Расстановка приоритетов И принять ваши собственные желания И стремления То у человека, который стремится к власти Или к богатству Будут одни приоритеты У того, кто жаждет в первую очередь Любви и отношений Совершенно другие будут приоритеты Для многих людей, конечно же Важнейшими приоритетами в их жизни Являются счастье Здоровье И собственно И своих близких, и благополучие близких людей Выглядит это даже очень благородно Особенно, что касается близких Конечно, родных, близких Но ведь это ошибка Вот в чем все дело Конечно, люди должны заботиться И о своих родителях, и о братьях, и о сестрах И, конечно же, о своих детях Но Но человек не должен жить для других Жертвуя собой Даже если получает от этого удовольствие Как у многих людей происходит Я живу ради детей Или я живу ради мужа Это такое счастье Или я ухаживаю за больными родителями Ради них Тут все И у многих людей Вот это очищение Того, что они выполняют Очень важную Свою, так сказать, задачу Свою миссию И при этом Заслоняет Заслоняет, да Поэтому Потому что на самом деле Вы пришли в этот мир Чтобы решить в первую очередь Свои задачи Да В общении с другими людьми Там и через помощь И что Но в первую очередь Свои задачи вы решаете Но вы обратили внимание Что когда Владимир сейчас все это говорил Он особый акцент сделал на фразе Жертвуя собой Вот это принципиальный момент Требующий нашего особого рассмотрения И внимательного, и подробного Это точно Ну вообще вся эта тема О расстановке приоритетов Она настолько важна В продвижении цели Конечно Что мы сами сделали ее приоритетной В своих планах Вот буквально конкретно сегодня, да Да Хотя вот если честно Заменили То с утра еще У нас были несколько иные планы Но потом пошла почта Да Как обычно пошли сообщения В социальных сетях И вот одно из этих сообщений Как раз и подвигало нас Пересмотреть свои планы И поработать в первую очередь Именно над этим фильмом Мы увидели Что даже умные Образованные люди Совершают ошибки И эти ошибки просто способны погубить Начатое ими дело Вот я имею ввиду конечно Движение в нашей программе Новая жизнь Да Потому что многие люди Только вот начинают Движение И те кто вступил Кажем летом Еще в августе прошлого года Это тоже начало движения По сути Поэтому конечно Когда мы увидели Вот эту опасность Мы сразу отодвинули Все остальные дела И приоритетом вышло вот это Вот этот фильм Этот разговор Почему же вот мы вчера Этого еще не опустим Действительно Не заметили И потребовалось нам Получение конкретного сообщения Чтобы обратить наше внимание Вот на эту проблему Да потому что Несмотря на весь наш Большой опыт И все наши Обширные Я бы сказала Знания Мы тоже не застрахованы От такой ошибки Которая называется Режим Завышенного Ожидания Да Мы часто Грешим этим И каждый раз Вот когда в поле зрения Появляется Такой внешне Симпатичный И даже судя Вот по его публикациям Смотришь на страничке На профиле Да Вполне зрелый человек Такие у него умные Такие публикации Он ставит Мы начинаем Общаться с этим человеком Без всяких Лишних предисловий Ну да Да ну как бы он уже в теме Он уже все понимает Ну мы предполагаем За него Да Мы за него предполагаем Что ему самому Уже вот главные Коренные какие-то вопросы Уже все ясны Вот остается только Какие-то детали Ему подсказать Технически И все И все Но нередко оказывается Совсем другая картина Что вот за такой Якобы зрелой внешностью Скрывается Совершенно Незрелый человек Вот он полностью Настолько он погружен В текущие такие Жизненные Земные Заботы и работы За которыми даже При сильном увеличении Совсем не видно Его большой цели Вот в чем Да И при этом он может быть Очень профессиональный В своей области Да Может быть в принципе Хорошим человеком И так далее Безуслов Но на уровне Вот земных забот И вот неправильно Конечно Неправильно ожидать От других людей Поведения Связанного С уровнем сознания Которым они на самом деле Не обладают еще Да Вот эта завышенная Оценка других Между прочим Оказывает и на них Неправильное давление Потому что мы Как-то начинаем С ними вот Общаться Вот да Как-то с пониманием Потому что они уже Вот Мы начинаем с ними Говорить А для них Вот это оказывается Давлением А для них давление А для нас Это оказывается Разочарование Совершенно верно Ну вот Надо нам с вами Дорогие друзья Помнить Что люди такие Какие они есть А не такие Какими бы мы Хотели их видеть Поэтому Чтобы не разочаровываться В своих новых друзьях Которых вы обрели В сети Или в обычной жизни Не надо очаровываться Вот и все Но допускайте Что человек Совсем не такой Каким он хочет Вам показаться Или каким вам Хочется его увидеть Его увидеть Да Поэтому лучше даже Я бы сказала так Слегка занизить Его уровень В своем представлении Тогда получится Совсем другая картинка Человек Проявит себя Лучше Чем вы ожидали А это уже будет Просто как подарок Как большая радость Вместо Очарование Конечно Будет наоборот Радость Очарование Восхищение Ну вот теперь Вернемся к приоритетам Да Давай Да Наша земная жизнь Буквально заставляет Забыть о главном Да Так она уж устроена Да И соответственно Человек так Расставляет свои приоритеты Что к этому Главному Подобраться шансов Практически Не остается Ну вот Давайте представим себе Такую жизненную картину Разведенная Разочарованная Мужчина Женщина Мать Нескольких Ну допустим Двоих детей Вот представили Такую картинку Жизненная Очень ситуация А вот теперь Подумайте О том Что важно Для этой женщины В первую очередь В первую очередь Мы же говорим О приоритетах Поэтому что В первую очередь Ну естественно На первый план В ее жизни В ее заботах Конечно Будут входить Такие вопросы Как здоровье В первую очередь Кого Конечно детей А с чем оно связано Здоровье А как они питаются А где они бывают Отдыхают или не отдыхают Что они в конце концов Носят Есть ли у них Теплая одежда И так далее И так далее Значит первыми В списке Приоритетов Окажется Еда Одежда Отдых детей Да Ну да Детям еще нужна Хорошая крыша Головой То есть нормальная Квартира Жилищные условия Ну а что за этими Приоритетами будет стоять Ну конечно же деньги Конечно И вот понимая Вот это Женщина В первую очередь Конечно будет Заботиться о чем Чтобы найти Такую работу Которая обеспечит Хорошую зарплату Да еще даст Ей возможность Скажем да Хорошо выполнять Другие свои материнские Сказать задачи Кроме от материального Обеспечения Допустим Если ребенок заболел Чтобы ее отпустили Без всяких там Особых проблем Сказать посидеть Или купить Хорошую Какую-то путевку В санаторий И много-много Всего такого Вот при таком Раскладе Сама женщина Конечно остается Я бы сказала Вообще на последнем месте В списке своих Приоритетов Конечно В своей жизненных Приоритетах Она на последнем месте И в итоге Не выполняет Важнейшие пункты Своего личного Плана жизни С которым Ведь она пришла В это воплощение Она сюда пришла На землю Для того Чтобы свой Жизненный план А все остальное Это декорации Обстоятельства Мужья, жены, дети Начальники Деньги Так сказать Место жителей Это все декорации В которых Ей предстоит Решать главные Задачи Своей жизни Это очень Ну как Не только ей Любому человеку Вообще Ну вот Получается так Что вот как раз Нехватка денег Одно из условий Для большинства людей Жизни на земле Вот нехватка денег Для покрытия Самых насущных Жизненных потребностей Ну вот которые Мы описываем Это главная И очень опасная Ловушка В которую попадают Практически все люди Причем легко Сразу Быстро попадают Ну а почему Попадают И попадают Почему? Потому что разум Будет всегда Находить Множество Самых железных Аргументов За то Чтобы в нее Угодить Ну конечно Ведь его доводы Выглядят Очень разумно На то На то На разум Ну как можно Думать еще О чем-то Когда дети Голодные Ну это же Бред вообще Или когда крыша Над головой Прохудилась Дырявая И капает там Или прорвала батарею Не на что Вызвать Монтера Чтобы ее Починить Или И таких Или 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 Можно набрать Сотню Ну как минимум И каждая Будет Это но Или Или Уводить От главного От выполнения Своего плана жизни Да Вот так вот Все постарались Вот наши Архитекторы Нашей жизни Земной Земной Чтобы нам Действительно Создать Максимально Сложные Условия Для Преодоления Вот всех Тех препятствий Которые воздвигаются Для Понимания И достижения Вот Самого Главного Для реализации Того плана С которым мы приходим И Даже вот Если уйти От такого Крайнего Примера Как вот Это Одинокое Разведенное Несчастное Бедное Обремененное Детьми Обозленное От тех Музей Трещина Да То мы увидим Что вообще И другие Люди Всегда Находят Множество Дел Пожирающих Все их Время И Уводящих От главного И даже Если Вот такой Вопрос Выживания О котором Я Так Описала Да Который Он Как-то Уже Решен В жизни То разум У нас Так устроен Замечательно Что он Тут же Выдвинет Новую цель А как бы Улучшить Условия Этого Самого Выживания Ну конечно В материальном Разумеется Плане А потом Еще Улучшить А потом И так До бесконечности Ну и в итоге Такие крысиные Бега Заканчиваются Тем Чем И должны Огорчениями На смертном Адре И Сожалениями Растраченной Жизни Ну совсем Как вот у Стива Джобса О котором ты рассказывала В одном из наших фильмов Что же мы предлагаем тем Кто пока еще считает Что сначала деньги Решение текущих Материальных задач Вот это первично А потом уже будем размышлять О смысле жизни О своей большой цели Вот что предлагаем мы Мы предлагаем Совершить экскурсию На седьмой этаж Ну да А для этого Приглашаем посмотреть Фрагмент Очень интересного И достаточно яркого Фильма Который называется О сущности Душе И жизни И этот фильм Был сделан По материалам Книг Трудов Да Николая И Светланы Левашовых Вот сейчас Вы посмотрите А потом Мы продолжим Наш разговор О расстановке Приоритетов Давайте смотреть Наша Вселенная Образована Слиянием Семи форм материи Которые отличаются Между собой По своим определенным Качествам И свойствам Это не божественное Творение Всевышнего В этом нет Ничего сверхъестественного И число семь Не имеет никакого Мистического значения Это просто Качественная структура Нашей Вселенной И не случайно Белый свет При преломлении Распадается на семь цветов Октава содержит Семь нод А наработка Семи материальных Тел человека Физически плотное тело Плюс шесть Материальных тел Сущности Является завершением Его земного цикла Эволюции И началом Космического Цикла развития Все планеты нашей Вселенной И планеты Земля Возникли в зоне Искривления пространства В результате Последовательного слияния Семи форм материи Планета Земля Планета Земля представляет собой Шесть материальных сфер Одна внутри другой Эти сферы Являются единой системой И не могут существовать Друг без друга Поэтому Когда рассматриваются Процессы Происходящие На физическом уровне Необходимо помнить Что это только Видимая верхушка Айсберга Которым является планета Внутренняя сфера Образованная семью Формами материй Есть физически Плотная часть планеты Астрофизики Называют подобное Вещество Барионной материи Она имеет Четыре агрегатных Состояния Твердая Жидкая Газообразная И плазменная Следующая сфера Образованная При слиянии Шести форм материй Эфирная сфера При слиянии Пяти форм материй Астральная сфера При слиянии Четырех форм материй Первая ментальная сфера При слиянии Трех Вторая ментальная сфера При слиянии Двух форм материй Третья ментальная сфера Все эти сферы Материальны И отличаются Друг от друга своим качественным и количественным составом. Невидимые для обычного глаза и современных приборов, сферы Земли формируются не из привычной для большинства физически плотной барионной материи, а состоят из так называемой темной материи – Dark Matter, которая составляет 90% материи всей Вселенной. Темную материю нашей Вселенной образует семь разных по своим качествам и свойствам первичных материй, из которых при слиянии возникает хорошо всем нам знакомое по ощущениям физически плотное вещество. Также темная материя является основой сознания и мысли. Именно из нее состоит сущность, то есть душа самого человека и сущности всего живого. Каждый живой организм имеет сущность. Сущность или душа – это система тел, наработанных живым организмом в процессе приспособлений к окружающей среде. Сущность человека может иметь одно, два, три, четыре и более тел, которые все вместе и составляют то, что называется сущностью человека или его душой. Пока любой организм жив, физическое тело и сущность составляют одно целое. И чем более духовно и нравственно разве человек, тем большее число тел образует его сущность. Минимальное количество тел в сущности – одно эфирное у простейших и примитивных организмов. Максимальное для нашей планеты – шесть. Эфирное – астральное, первое, второе, третье и четвертое – ментальное. Именно эта система тел, называемая сущностью, душой, после прекращения деятельности физического тела, покидает его. Сущность, покинув физическое тело, в состоянии мыслить, думать, чувствовать, и все это происходит за пределами физического тела. Будь то сущность, состоящая из одного тела или даже из ста, выход сущности из физического тела происходит со всеми телами сразу, и они никогда не разделяются. Физическое, эфирное, астральное и первое ментальное тело организма составляют единый комплекс, который является живым организмом, живой материей, жизнью. Жизнь прекращается, когда разрушается эта система, и жизнь появляется, когда она возникает. Особое место в этой живой системе занимают нервные клетки, точнее, нервный центр – мозг. Нервным клеткам отведено доминирующее положение в многоклеточном организме. Они влияют и управляют функциями всех остальных типов клеток. Каждый нейрон в частности и мозг в целом, любого многоклеточного организма, генерируют поля, назовем их пси-полями, которые управляют всеми функциями организма. После смерти физического тела сущности простейших и простых живых организмов, которых подавляющее большинство, попадают на эфирный план. Сущности остальных организмов, в зависимости от уровня эволюционного развития каждого вида, попадают на разные уровни планеты. Можно построить аналогию этого явления на следующем примере. Нашу планету представить как дом, у которого семь этажей. На первом этаже живут люди, звери и растения, которые имеют физическое тело. На втором этаже – существа, которые имеют только эфирное тело. На третьем – существа, имеющие эфирное и астральное тела. На четвертом – эфирное, астральное и первое – ментальное. На пятом – эфирное, астральное, первое и второе – ментальное тела. На шестом – эфирное, астральное и три ментальных тела. И на седьмом – эфирное, астральное и все четыре – ментальных тела. Между этими этажами может двигаться только лифт. Теряя свое физическое тело, сущность лифтом поднимается на второй, третий, четвертый этажи, в зависимости от достигнутого уровня развития. Сущность человека или его душа по каналу, возникающему в момент смерти, поднимается на свой уровень, который зависит от эволюционного развития сущности. Но при этом еще остаются нити, связывающие сущность уже мертвым физическим телом. Одна из этих нитей связывает ментальные тела сущности человека с физическим, но по мере распада нервных тканей организма эта связь слабеет, и через девять дней ментальные тела освобождаются от мертвого физического тела. Процесс разложения органики продолжается, и через сорок дней разрывается связь между астральным телом и мертвым физическим телом. И только через год, когда в костной ткани завершается распад последних органических включений, разрывается связь между эфирным телом сущности и остатками мертвого физического тела. Только после этого сущность полностью освобождается от плена мертвого физического тела. Заставил этот фрагмент фильма вас задуматься? Ну, мы с Владимиром надеемся, что да, заставил. Вот он, главный приоритет, который постоянно должен быть на виду. Седьмой этаж. Да на самом деле вся наша жизнь должна быть подчинена этой задаче. Попасть на седьмой этаж. Если вы с этим согласитесь, то тогда... Ну, и с расстановкой проблем уже никаких... Проблем. Да, с расстановкой приоритетов никаких проблем, конечно же, не будет. Как не будет и проблем, кстати, с деньгами, с отношениями. И всех других, которые портят жизнь, не уводят это в большую цель. Вот знаете, как пример я вам приведу то, что мы с Владимиром, летая очень часто, слышим каждый раз, когда мы садимся в свои кресла в самолете и выслушиваем инструктаж стюардессы. И она каждый раз говорит одно и то же. Она показывает запасные выходы, вот так демонстрирует, все так руками молча, так все это показывает. И, конечно, достает запасную кислородную маску, достает, которая над каждым креслом есть, да, там специальном таком месте закрытом. На случай разгерметизации самолета. Вот. И что эта стюардесса при этом говорит? Одни и те же слова. Причем не как совет, а как такое жесткое требование, вообще не подлежащее никакому обсуждению. А говорит она следующее. Наденьте кислородную маску сначала на себя, а затем уже на ребенка. Вот смысл этой фразы заключается в том, что только защитив себя, можно спасти жизни самых близких людей. Поэтому, когда приоритеты, да, мы говорим, что вот приоритеты ради детей, там, ради, там, еще кого-то, ради кого-то, кого-то, а себя оставляем на заднем плане, то мы совершаем фатальную ошибку, которая вредит в итоге всем абсолютно. В том числе и тем, о которых мы вот так проявляем такую заботу на самом деле. На самом деле задача этого фильма, наша с Владимировым, донести до вас эту идею как можно ярче, доходчивее. И еще понимание того, что участие в программе «Новой жизни» это отличное решение главного вопроса. Это по сути и есть лестница на седьмой этаж. И вот по пути восхождения по этим ступеням мы как раз и оказываемся способными оказать максимально большую помощь вот родным, близким, детям и так далее, и так далее. Вот тут мы будем в состоянии, причем не только материальную помощь и поддержку им оказать, но самое главное помочь им подсказать вот их собственный путь в этой жизни. Вот тогда мы будем максимально эффективны со всех точек зрения, а не тогда, когда вот мы латаем какие-то дыры или надуваем дырявый мяч в своего бюджета. Вот уже теперь, теперь, наверное, можно перейти к технике дела расстановки приоритета. Итак, у каждого человека множество целей и задач, лежащих в разных сферах жизни нашей. Это и семья, это и здоровье, это и работа, и увлечение, хобби, внешний вид, друзья. И, конечно, всеми этими делами нужно ежедневно заниматься, а не бросать их и погружаться в размышления о смысле жизни в седьмом этаже. Ну, давайте так. Для начала, что нужно сделать? Нужно выгрузить все эти дела и задачи из своей собственной головы. И что с ними сделать? Ну, можно их записать на листы бумаги отдельно по каждому направлению. Вот один лист – это все дела по здоровью, второй – это дела по работе и так далее, и так далее. И вот после того, как этот весь процесс завершится, можно начинать ранжировать. Вот я, например, этим занимаюсь каждый божий день. Вот у меня есть несколько листов – дом, здоровье и так далее. И так далее, и с разными все эти направлениями выписаны. Но при этом, когда я рассматриваю эти листы и выбираю себе на завтрашний день, что из этого листа взять приоритетное в плане здоровья. Потому что в каждом направлении надо свои приоритеты выбирать. Я смотрю по дому, что у меня приоритетное. Крыша не течет, там все батареи нормальные, все хорошо, хорошо, хорошо. Значит, что делать? Ну, что-то можно улучшить, просто украсить что-нибудь и так далее. Так вот, когда чем бы я ни занимался, вот расставляю, беру из каждого листа какой-то отдельный пункт и уже план на следующий день записываю, то каждый раз, рассматривая каждый пункт, который надо взять, перед глазами призма, на которой четкая надпись «Седьмой этаж». И вот я вот смотрю, да, насколько вот это дело, которое я хочу вставить себе на завтрашний день, насколько это дело приближает вот мои большие цели или отдаляет от нее? Совершенно верно. Конечно, в списке дела обязательно будут такие, которые, конечно, по сути отдаляют нас, но они являются жизненно необходимыми. Например, все равно нужно как-то либо мыть посуду, либо загружать ее в посудомоечную машину, нужно все равно готовить обед, все равно нужно ходить по магазинам. Вот такие дела, их жизни не убрать. Без них никуда не деться. Наша материальная жизнь невозможна. Но, если в сознании всегда будет присутствовать главная цель, то взгляд на эти дела изменится. Точнее, не на сами дела, а на приоритеты. Совершенно верно. Ну вот как мы с тобой поступаем в такой ситуации? Мы ведь тоже живем не в вакууме, не в безвоздушном пространстве где-то в космосе, а в социуме. И, конечно, мы тоже должны, вот вынуждены ходить и по магазинам и делать какие-то еще другие дела, которые на самом деле далеки от нашей большой цели. И мы их делаем, друзья. Но во вторую очередь, вот в чем разница между нами и некоторыми другими людьми, живущими в постоянной суете и текучке своей вот этой материальной жизни. Вот в нашем списке дел сначала идут приоритетные, а потом все остальные даже очень важные. Вот сейчас вот у нас приоритетная вот дана на конкретный момент, это подготовить, записать вот этот фильм. Да. И хотя мы вот, скажу вам честно, мы сегодня пропустили свое обеденное время. Да. Почему? Потому что мы увлеклись работой над этим фильмом, и когда там вот увидели на часах, что время, вот наше традиционное время обедать, мы что подумали? Да, можно сейчас все бросить и пойти обедать. Но что после обеда? После обеда наступали и стома, все силы уходят на переваривание пищи, потом после обеда у нас прогулка обязательно на свежем воздухе. И вот если мы сейчас начнем обедать, потом в истоме там пребывать, потом начнем гулять, то фильма этого не будет сегодня. Его не будет. А у нас с утра пошла волна. Вот мы эту волну подняли в себе, да, в сознании. Фильм, фильм, фильм. Все подчинено этому фильму. Поэтому никакого обеда, никаких прогулок, никакой истомы. Вот сделаем фильм, вот сейчас мы его запишем, и вот тогда обед, отдых, прогулка, потом вернемся с прогулки, я включу компьютер и начну заниматься монтажом, да, склейками, врезками. Это уже чисто техническая работа, которой я могу заниматься хоть всю ночь. Но главное это было подготовить, все мысли вот так кучку собрать, потом их по полочкам разложить, да, потом все вместе обсудить, договориться, как все выстроить, записать. А вот потом уже, поняли, как делается, выстраивать все приоритеты. Ну, конечно, при этом, вот приоритеты так выстроены, безусловно, и я вот подписываюсь под каждым твоим словом, но при этом, конечно, мы не сидели голодными целый день и не падаем сейчас в обувь. Нет, не падаем. Конечно, мы перекусили, конечно, мы дали себе какой-то небольшой отдых, но мы занимались главным делом, а все остальное потом. Ну, разумеется, кто-то из вас пока еще вынужден не так жить, как мы, а ходить на работу. И, может быть, придется даже продолжать это делать вам почти целый год, ну, вот точнее, 9 месяцев. Но даже в такой ситуации, оставшись вот от этой работы время, нужно очень жестко распределять уже с учетом главного приоритета. Причем, вот вам, вынужденному ходить на работу, да, вот этот вопрос о тайм-менеджменте, вот о распределении времени становится еще более жестким и более важным, даже чем для нас, которые могут, допустим, вставать 12 часов дня после того, как всю ночь просидели за работой. Да, у нас нет такого графика, мы сами себе график строим. Так вот, поэтому даже я сейчас вспоминаю и сразу же рекомендую, у нас уже есть фильм и хороший печатный к нему материал, опубликованный в нашей академической группе, который называется «Час тишины» или «Как выйти из сцепнота». Он, прежде всего, адресован именно к людям, которые еще вынуждены тратить несколько часов в день и на поездку, и на работу. Да, этот фильм бесплатный, находится он в базе знаний в нашей группе, поэтому он для всех, для вас доступен. И если кто-то с ним еще не знаком, безусловно, ознакомьтесь, потому что он точно вам поможет распределить грамотно свое время. А время сжалось сейчас, поэтому это особо важная тема. Итак, даже когда каждый день вы заняты работой, вы при правильном, грамотном, вот, приоритетном расстановке приоритетов, вы сможете делать по пять приглашений подружиться в социальной сети. Каждый день. Каждый день. Вы каждый день будете вести переписку с теми, с кем уже подружились. Каждый день будете задумываться о том, с кем можно пообщаться лично, а не только в социальной сети, вживую, вот, из того самого списка знакомых, которые у вас есть. А, правда, список тоже есть, методичка, которая выставляет. И, разумеется, конечно, мы сейчас говорим не просто поговорить, не просто подружиться, не просто завести разговор, а, разумеется, поговорить на предмет нашей с вами программы. Тогда каждый день вы будете думать о том, что надо общаться с теми, кто уже вошел в вашу первую линию, вот, в вашей уже структуре, которая, скажем, в экономическом блоке у вас. Что надо поддерживать, развивать эти линии отношения, оказывать им моральную поддержку, проявлять, ну, в конце концов, обычное человеческое участие в их жизни. Каждый день или хотя бы через день будете без всяких напоминаний и внешней мотивации заходить в нашу академическую группу и просматривать свежие материалы. А мы стараемся, мы вам много очень материалов. И вы не забудете о том, что вот объем личных закупок, который предусмотрен в экономическом блоке, это один из двух ключей, которые открывают дверь к материальным ресурсам. А второй ключ – это развитие своей структуры, приглашение регистрации в своей первой линии новых людей, пока их число не достигнет семени. Кстати, обратили внимание, что опять всплывает этот цифр из семи, да, из седьмого этажа вот семь человек в первой линии. Вот если все это, что нарисовал Владимир сейчас, будет у вас в голове, и вы не позволите этим текущим, постоянно захлестывающим вас заботам вытеснить из вашей головы большую цель, тогда каждый день, когда вы будете ложиться спать, перед самым сном, подводить итоги дня, который вы прожили, вы будете с удовлетворением, с радостью отмечать. Сегодня я еще на один шаг стала ближе к своей цели. Сегодня я еще поднялся на одну ступеньку лестницы, которая ведет меня на седьмой этаж. И вот лично мы верим, глубоко верим в то, что когда сами там однажды окажемся, на зимом этаже, то встретим там немало друзей, вот из этой земной жизни, и точнее из нашей академической группы. И уже совместно продолжим там то, что начали здесь, на земле. Мы и вам того же желаем, дорогие наши друзья. И прощаемся, до следующей встречи. До свидания. Продолжение следует...